Шаббат Шалум Давайте встанем перед Господом и поблагодарим Его за Слово, которое нам дал. Благословен Ты, Господь наш, Царь Вселенной, дарующий Твое Тору. Благословен Ты, Иешуа, живая Тора, сочетшая к нам и дарующая нам всю полноту Божества. Амин. Хорошо. Знаете, прежде чем начать сегодняшнюю главу Торы, а она, безусловно, очень интересна, я хотел поделиться маленьким таким, ну, как это называется, когда человек смотришь, и ты замечаешь какие-то события, что происходят. Вот мы с братом стояли рядом как раз, и как раз Саша приглашал детей идти на благословение. И вы знаете, со стороны посмотреть это очень интересно. Почему? Потому что одни дети бежали в припрыжку радостно, они бежали такие, ах, для них это было, ну, такое, знаете, как восхищение. Вторые дети плелись так, оторвали от их дел. Третьих тащили. Но самое интересное, что в конце концов они получили все благословения. Как бы это ни было, шли они, их тащили или их ввели, все равно в конце они все вместе получили одно и то же благословение. И мы иногда тоже так, знаете, идем к Богу, кто-то в припрыжку, кто-то спотыкаясь, кто-то чуть-чуть падая, подымаясь. Но самое главное, Его благословение, как я понял вот сейчас, для каждого. И это то же самое, что мы можем увидеть в главе, то, что мы сегодня будем рассматривать, это глава Ваера. Это Бытие, 18 глава, 22 стих, 18-22. И если мы начнем с самого начала, я попрошу вас, у кого есть вообще с собой Писание? Вот молодцы. Я уже рассказывал эту историю, в Израиле ходят с автоматами. Почему? Потому что в любой час может настать война. И мы, как верующие, должны всегда иметь с собой наше оружие. Потому что в любой час она нам может пригодиться. Итак, открываем начало. Это 18 глава, с 1 стиха. То есть, начало уже уникально. Я читаю с еврейского перевода, поэтому, может, немножко будет отличаться. И открылся ему Бог Велоней Мамре. То есть, и явился у нас Господь, да? Ему при Дубраве. Правильно, да? То есть, послушайте, все очень просто. Начало главы. Человеку открывается Бог. И не просто открывается, а так, что он его начинает видеть. То есть, я понимаю, что у нас с вами это духовный уровень такой, что мы каждый день нам раз, и открылся нам Господь. И мы, ну, заходи, Господь. То есть, на самом деле, это уникальные события, когда Бог явил себя таким образом. Уникальнейшее событие. Потому что он стал видимым. Он показал себя. И Авраам... Да, кстати, слышал знакомые нотки в голосе. Это была шутка. И смотрите, просто очень интересно, что Бог показал себя Аврааму. И если мы посмотрим вообще на всю историю, которая была прежде, вы помните, что Авраам перед этим был обрезан. То есть, я понимаю, но человеку было не 16 лет. Это был уже человек в возрасте. И вот он сидит. Это была тяжелая операция для его возраста. Он сидит, и вдруг он видит трех человек. То есть, они как люди. Они приходят, и он вскакивает и бежит к ним. Он говорит, входите в мой дом. И, конечно, я могу говорить о гостеприимстве. Я могу говорить о том, что он пока явил с собой тот такой пример. Вот знаете, когда будьте странно приимны. Потому что некоторые, не знаю, приняли ангелов. Но я хочу говорить немножко о другом. Это была преамбула. Вы знаете, эта глава уникальна тем, что в ней много слишком событий. И как бы каждое разбирать тут, наверное, надо не один час. Потому что то, что происходило в главе Ваера. Ему явился Господь Авраам. Он сказал обетование. Он сказал, что родится сын. И не просто сказал. Он назвал срок. Он сказал, через год я прийду и родится сын. Второй момент. Вы вспомните, что происходило. Это Содом и Гамора. Он стоит за Содом и Гамору. Охраняет. То есть он стоит и просит. Он просто просит, чтобы Бог не уничтожил Содом и Гамору. Потом происходят другие события. События, когда он приходит уже со своей женой. И отдает свою жену царю. Бог приходит к царю. И начинает там царя не по-детски разбираться. Потом и самое центральное. Это Акида Цицхак. Жертвоприношение Исаака. Так назывну. Знаете, как говорят, что это центральное. Это Евангелие Старого Завета. Евангелие Танаха. И получается, ну, я все равно. То есть на каждую тему можно говорить. Ее можно раскрыть. И каждая тема очень важна. Но я хочу остановиться немножко. Вот именно на одном аспекте. Времени мало, к сожалению. Поэтому я очень советую вам самим прочитать эту главу. И сделать свой вывод. И увидеть что-то свое. Итак, я хочу, чтобы мы посмотрели на Авраама. Авраам, вы знаете, у нас есть такое понятие стереотипного мышления. Это мышление, оно формирует наше мировоззрение. Мы иногда читаем в Писании, мы видим людей, знаете, как духовных суперменов. Там Авраам – это Авраам. Моисей – это, ух, Моисей. А если посмотреть внимательно, это были люди. Это были люди, которые были открыты для Бога. И Бог, видя их открытость, приходил в их жизнь. Почему? Очень важно. Потому что то, что делал... То, что мы называем Авраама – отец веры, да? Мы дети Авраама по вере. Бог увидел Авраама, от Авраама произвел великий народ. Оттуда Ишуа пришел. И мы сами, мы сами являемся наследниками Авраама. Но, если посмотреть на Авраама, то при всей вот этой великой деятельности, что он сделал, он оставался человеком. Послушайте, приходит к нему Господь и говорит что-то. Он говорит, вот для меня просто-то просто. Господь явился. Он увидел Господа. И он говорит к нему, Адунай. Я специально проверил иврит. Он обращался к нему, Адунай. Там было три человека, ну, три, как бы, три фигур. А он говорил, Адунай, Господь. Потому что в другой главе, уже когда ангелы пришли к Илоту, он говорил им, Господа, Адуни. Множественное число. То есть, Авраам мало того, что увидел, он знал, он сказал. То есть, это уже говорит о чем-то великом. Но что происходит дальше? Через несколько... Ну, то есть, он являет пример самопожертвования. Через несколько глав он выгоняет своего сына в пустыню Измаила. В другой главе он отдает свою жену царю. И можно сказать, ну, слушай, странный ты парень какой-то. Ты Бога видишь. И тут же производишь какие-то вещи. И знаете, меня натолкнула эта мысль на Новый Завет. Где написано в 1 Коринфянам, 26-30 глава. Когда Павел пишет, посмотрите, братья, кто вы призванные. Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. И Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное. И ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для этого, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась собой перед Богом. Мы очень склонны часто принимать то, что делает Бог через нас, к себе. Это я исцелил человека. Это я помог. Это я сделал. Это я. Это я сделал. Хорошо. А сколько раз ты не сделал? А сколько раз ты не помог? А сколько раз ты молился и не исцелился человеку? Это мы не вспоминаем. И это очень важно понять, что Бог видит нас по-другому. Он видит нас действительно, ну, детьми своими. Для того, чтобы явить свою славу через нас. И чтобы мы просто поняли, откуда это все приходит. Знаете, мы поняли и просто жили этой жизнью, реальностью Божьей славы. То есть быть детьми Божьими – это ходить в реальности. Понимаете? То есть я не сильно вас загрузил в этом. Саша показывает мне быстрее. То есть развивай мысль. Хорошо. Буду развивать мысль. Я хотел сегодня поговорить непосредственно о Великом Торге. Кто знает, что такое Великий Торг в Писании? Не знаете? Это когда Авраам просил у Бога за Содом и Гоморру. Помните этот момент? Приходит к Господь и говорит, утаю ли я что от Авраама? Что хочу делать? Утаю ли я что? И говорит, послушай, вопль дошел до небес, Содом и Гоморру буду уничтожать. И вы знаете, самое интересное, что у Авраама уже был печальный опыт встречи с Содомом и Гоморрой. Перед этим в главах мы читали, что когда-то царь Содомский захватили цари Содом и Лота. И он пришел, разобрался. Помните, победил. И царю Содомскому он отдал все, чтобы он говорит, чтобы ты не думал, что я обогатился тобой. То есть у Авраама уже был печальный опыт общения с Содомом и Гоморрой. И тут, получается, приходит Господь и говорит, послушай, я уничтожу Содом и Гоморрой. И знаете, я так думаю, что в жизни каждого из нас бывали какие-то такие моменты, когда мы что-то такое похожее видели или понимали. И мы говорили, вау, классно, наконец-то, вот теперь грех будет покаран. Помнишь, как когда-то ты мне сделал, а? Это тебе за то, что ты мне сделал. Господь справедлив. И мы требуем справедливости к себе, ну, к другим, да? А милости к себе. Боже, помилуй меня грешного, а всем по справедливости воздай. И мы увидим в этой ситуации немножко по-другому. Мы видим Моисея, извините, что-то мне Моисея в голове. Авраам, потому что Моисея немножко дальше. Мы видим Авраама, который стоит и начинает торговаться с Богом. Он торгуется не для своей выгоды. Он торгуется для того, чтобы спасти жизнь другим людям. Он выражает свое милосердие. То, что Бог видел в нем, то, что перекрывало вот эти вещи, когда Он совершал какие-то неправильные вещи, характера. Бог видел в нем то, что было заложено изначально. Та великая милость, которая присутствует у Господа. Потому что творящему милость без суда. Помните, как ибо милость, ибо суд без милости не оказавшему милость. И милость, она превозносится над судом. Это говорит апостол Яков. Вы понимаете? Очень часто мы склонны судить других людей. Это и просто. Это легко. Потому что мы видим недостатки. Мы видим проблемы. И нам легко сказать. Ну, всякий грек должен быть покарен. Это, ну, вроде бы по Писанию. Кто грешит, тот должен умереть. Вы понимаете. И, ну, у Авраама совсем другое сердце. То есть, он начинает спорить с самим Творцом Вселенной. И он начинает, послушает, говорит, если 50 человек есть, праведник об этом городе, город великий, оставишь ты в живых этих людей? Он говорит, ну да, оставлю. Он такой, оба-на, 40. Да, говорит, 30. Да. И потом он такой раз, так, слушай, Господь, 20. Ну, 20, он говорит, хорошо. Ладно, Господи, 10. И, к сожалению, даже 10 дней не нашлось. К сожалению. Я просто хочу, чтобы потом мы увидели в дальнейшем вот этот хороший пример, что происходило дальше. Потому что Моше, Моисей, когда получил от Бога Тору на горе Синай, и потом он спустился, и произошло великое развращение народа, и Бог сказал, я уничтожу этот народ, Моисей поступил так же. Он сказал, Господь, и меня уничтожи. Меня тоже уничтожай с моим народом. И когда Иешуа висел на кресте, когда, казалось, он мог сделать все, что хотел, он мог бы сказать, да все, надоели вы мне люди, он начал говорить, отец, прости, не ведают, что творят. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на это все через милость, через милосердие. Поймите, что, что дальше произошло, Акида Цзхак, когда он принес своего сына на жертвенник, послушался Бога. Послушайте, это тоже, знаете, касательно милосердия. Милосердие, потому что он верил Богу, что Бог совершит великое через этого человека, через его сына. И даже если он умрет, он, написано, силен воскресить его. Понимаете? Потому что милосердие, милость, она, ну, она имеет какое-то движение, она имеет какие-то плоды, она имеет движение. Поймите, Господь, Он долготерпелив. И очень часто мы в своей жизни, мы, к сожалению, живем своими жизнями, не замечая жизни других людей. Понимаете? Когда-то один человек сказал, если ты хочешь изменить мир, изменись сам. Если ты хочешь иметь друзей, стань дружелюбным. Если ты хочешь, чтобы милость оказывали тебе, оказывай милость другим людям. Если ты хочешь, чтобы тебя посещали, когда ты будешь болен, посещай сам больной. на то, что человек сказал, послушай, ну, а если я буду посещать больных, а меня не будут посещать? А если я буду? А если, он говорит, ты знаешь, у тебя одна проблема, а если я буду? Авраам не думал о каких-то заслугах, Авраам не думал о каких-то наградах. Аврааму было достаточно, что он может что-то сделать. То, что было в нем, оно вело его, оно толкало, оно давало ему жизнь. И это приносило жизнь другим людям. Вы понимаете, о чем я говорю? Содом и Гамора действительно нуждалась в разрушении. Они действительно дошли до точки, до края. Но даже в этом крае, Авраам, глазами Бога, сердцем, которое вложил в него Господь, он не возрадовался, не сказал, мочи их, Господь, мочи. Доигрались безбожники. Он начал просить. Послушайте, я вам говорю, потому что в моей жизни были моменты, когда вместо милости я оказывал не милость. Когда вместо того, чтобы помочь людям, я как бы так, ну, Господь, разбирайся сам, заслужили. А Бог ждет милости. Суд без милости, творящему, ну, не творящему милостью. Поймите, наша жизнь верующих людей, знаете, она на чем, чем отличается, наверное, возможно, один из нюансов наших отличий, то, что в нас есть характер Бога. Мы отображаем Его в своей жизни. А Бог, Он первой милосерден. Он милосерден. Вы помните, Писание четко говорит, что солнце встает над праведными и неправедными, над грешными и святыми, и дочь Он посылает не за сослуги, потому что Он любит, и Он милосерден. Иешуа пришел в этот мир, потому что Его милость была выше суда. Понимаете? И каждый раз, ну, можно изучать тут очень много интересных вещей, много слов, которые можно разбирать. Знаете, ну, я очень, знаете, не хотел бы, чтобы мы уподоблялись пророку Ионе. Ну, в одном моменте, когда Бог ему сказал, иди в Неневию и проповедуй, проповедуй о том, что этот город разрушится. И Неневия, зная, что Бог силен через эту проповедь, исцелить, изменить людей, начал убегать. Вы помните этот момент? И когда он сидел под этим деревом, дерево засохло, он начал плакать, и Господь сказал, послушай, для меня важно, ну, ты за дерево плачешь, а тут люди живые. Послушайте, давайте мы будем смотреть друг на друга, как на живых людей. Не, серьезно. Давайте мы будем видеть, что у нас есть печали и горести. Давайте будем помогать друг другу, потому что милосердие и милость, она оказывается. Когда-то к Наполеону пришла мама, ну, Наполеон не торт, вы понимаете, есть торт Наполеона, есть император Наполеон, он умер. И вот, когда император Наполеон еще был в своей силе и славе, один солдат, один его гвардеец проштрафился очень сильно, и тот его решил, ну что, секир башка убью. И к нему пришла его мать, этого легионера, и говорит, слушай, ну, ваше височество, и явите милость свою, окажите милость. Наполеон посмотрел на нее и сказал, послушай, он не заслужил милости. Она говорит, милость не заслуживает, милость оказывает. Это наш стереотип. Если ты хочешь, чтобы я тебе что-то сделал, сделай что-нибудь мне хорошее, и тогда я тебе тоже буду делать хорошее. Если посмотреть на Авраама, то есть, он царю Содомскому отдал все. Он не ждал взамен ничего. Он торговался с Богом, не ожидая, что у него карманы будут полны, денег. Он не ожидал, что за это Бог его благословит, тройным благословением, четверным помазанием и шестерными помощниками. Его сердце такое было. Оно просто сострадало. Оно просто сострадало. Знаете, если Дух Господень живет в нас, и если мы такие, все такие духовно-раздуховные, давайте будем делать то, что мы должны делать. не словами, а делами. Потому что апостол Павел очень интересно говорил об этом. Он говорил, что покажи свою веру, состоящую из слов, а я покажу тебе свою веру, состоящую из дел. Я думаю, что если мы поставим один ряд апостола Павла и несколько тысяч хороших, классных людей, мы увидим, что апостол Павел своей жизнью доказал это. Мы увидим, что Маше доказал своей жизнью то, что он являлся Божьим человеком. Авраам доказал это. Поэтому, знаете, наш стереотип, стереотипы нашего мышления нужно ломать. Знаете, стереотип это такая форма, на которую потом печатают. Иногда наше мышление это как вот такая форма, стереотип. Пришло время ломать стереотипы, потому что Писание говорит, что вместо сердца каменного даст. Правильно. И поэтому, может, пришло время начинать что-то делать. просить за Содом и Гамору. Да? А что делать? Не ждать, что эти грешники наконец-то пытятся, перестанут наморочить голову. И без них будет хорошо. Знаете, это не то, что призыв там давайте теперь все дружно рванем, будем быстро там грешникам помогать. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что когда мы смотрим сквозь присму Писания на все это, мы должны что-то делать не ожидая. потому что то, что есть в нас, оно будет влекти нас к этому. Милосердие оказывают, милость оказывают, любовь проявляют, жалость проявляют, но ее не заслуживают. Мы не заслужили этого. Если реально мы сейчас бы включили телевизор и мы посмотрели друг на друга и увидели все наши затаенные комнаты, все наши грязные полочки, господа, я думаю, чтобы мы забили друг друга камнями. Это правда, потому что даже написано святой да освящается. Это еще. Это наш процесс. Это процесс милосердия. Сегодня я милосерден настолько, завтра настолько, у меня еще одна минута. прошу милости оказать мне. Хорошо. Вы знаете, самое главное, самое главное, я думаю, что делать выводы, ну, как бы читать, делать выводы и делать какие-то движения, шаги. Потому что, знаете, много можно знать, но так умным и умилеть. К сожалению. Извините, я, может, кого-то расстроил. Но это правда. Поэтому, знаете, будем, как написано, любить не словами, делом, о, не словами, но и делом. И поэтому я прошу Господь, чтобы Ты благословил нас. И каждый раз, когда мы будем читать Твое живое слово, это слово, оно не просто обличало нас, не просто разрушало наши стереотипные мышления, но чтобы это побуждало нас к действию. И мы видели плоды того слова, которое Ты вложил в наши сердца. Вот на этом все. Спасибо. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok